Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шхадатца Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освящению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. В начале ноября госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри посетил с трехдневным визитом страны Центральной Азии. В Таджикистане высокопоставленного чиновника встречали блокировкой соцсетей. Соблюдение прав человека и недопущение нарушений религиозных прав стали главными темами переговоров с руководством страны. Эксперты полагают, что Соединенные Штаты активно включились в борьбу за влияние в регионе. Тему продолжит Ромиша Ромин. Форзин торгует на городском рынке и безразлично относится к визиту госсекретаря США Джона Керри в Душанбе. Женщина даже и не подозревает, насколько может повлиять этот визит на ее жизнь и жизнь таких же простых людей, как она. Джон Керри говорил в Таджикистане о важности энергетической политики. По его словам, есть проекты, которые могут изменить ситуацию. Поэтому важно работать совместно для того, чтобы сотрудничество между странами региона, теми государствами, которые имеют воду и теми, у которых ее нет, и им она нужна для своего сельского хозяйства, имело решающее значение. США в курсе энергетических проблем таджикского народа. Также знает о спорах между Душанбой и Ташкентом по вопросу строительства гидроэлектростанций. Мы обсудили проблемы Таджикистана с Узбекистаном и обсудили пути решения этих проблем за счет различных источников энергии, чтобы Таджикистан мог обеспечивать электроэнергию как внутри страны, так и в Афганистан в течение последующих пяти лет. С таким неожиданным заявлением выступил госсекретарь Джон Кэрри. Перед журналистами это заявление вдохнуло новую жизнь в замороженный энергетический проект Таджикистана. Его можно рассматривать как готовность США в предоставлении финансовой поддержки для строительства рагунской гидроэлектростанции, которая уже два десятилетия как стало причиной охлаждения отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Таджикистанские эксперты считают, что Душанбе в сложившейся ситуации может раз и навсегда решить проблему с электроэнергией в стране. Боба Джон Шафе, эксперт по международным вопросам в газете НИГОХ, уверяет, что обещания госсекретаря Джона Кэрри по поводу решения проблемы электроснабжения в Таджикистане и превращения республики в страну-экспортера электроэнергии не являются пустыми словами. В Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане влияние России возросло. Госсекретарю Америки пришлось совершить рабочий визит в регион, чтобы показать, что эти страны для США не чужие. Может быть, вслед за Кэрри Игорь Лавров также посетит эти страны. Конечно же, господин Кэрри говорил о вопросах безопасности, что для Америки сейчас очень важно. Центральной Азии грозит нестабильность и, вероятно, реализуется с подачи Белого дома для привлечения российских войск на территорию данных государств, чтобы ослабить их. Но это никак не станет причиной того, чтобы страны Центральной Азии, в особенности Кыргызстан и Таджикистан, отказались от евразийского экономического сообщества. Финансовая помощь в строительстве Рагуна со стороны США может усилить конкуренцию между Россией и Америкой. На данном этапе Россия усиливает свое военное присутствие в Таджикистане. Однако Душанбе отстраняется от членства в пророссийских объединениях, таких как Евразийский союз. Таджикистанские аналитики склонны считать, что Таджикистан не в силе противостоять в одиночку против исламского государства, талибов и аль-Каиды. Республика попросит помощь у России. Однако Джон Кэрри в ходе своего визита в Душанбе отметил, что Вашингтон готов в случае необходимости предоставить помощь Таджикистану в установлении безопасности в стране. Мы признаем, что будучи страной Центральной Азии, имеющей самую протяженную границу с Афганистаном, Таджикистан находится в уникальном положении и существуют весьма реальные вызовы безопасности. И я подчеркнул приверженность Соединенных Штатов к работе с Таджикистаном и другими странами региона по укреплению пограничной безопасности. Кроме того, госсекретарь США попросил Таджикистан прекратить возрастающее давление на последователей ислама и прекратить преследование представителей политического ислама. Джон Кэрри приветствовал борьбу государства против угроз современного мира, религиозного экстремизма и наркоторговли, но в то же время отметил, что эта борьба не должна быть использована как оружие давления и уничтожения политических соперников. Искандар Ферус, таджикский независимый эксперт, высоко оценивает визит госсекретаря США в Таджикистан, однако, по его мнению, правозащитники ожидали большего от визита Джона Кэрри. Политики, эксперты и таджикский народ питали большие ожидания от визита госсекретаря США в Таджикистан. В какой-то мере эти ожидания оправдались, но эксперты ожидали большей дискуссии по вопросу соблюдения прав человека. Острая тема таджикского общества – это давление на партию исламского возрождения Таджикистана и соблюдение прав сторонников этой партии до сих пор не решено. Есть вероятность, что в дальнейшем может ситуация измениться, но пока сейчас ничего не происходит. Конкуренция США и России в деле укрепления влияния в регионе Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, скрыта, но продолжается. Джон Кэрри в ходе беседы с главами стран Центральной Азии отметил, что Вашингтон не имеет цель конкурировать с Россией и Китаем по вопросу влияния в регионе. Мы обсудили экономический вызов, с которым Таджикистан сталкивается сейчас в результате спада экономики России, а также Китая. И мы говорили о направлениях, в которых мы можем сотрудничать в попытке расширить связь между пятью странами Центральной Азии и, более того, за пределами региона. Последнее заседание лидеров СНГ и УДКБ показывает, что Таджикистан будет вынужден согласиться на возвращение российских пограничников на защиту таджикских границ. Очевидно, что США не сторонник такого развития ситуации, уверен таджикский независимый эксперт Азиз Карими. Поскольку беседа Джона Керри с Эмомали Рахмоном проходила за закрытыми дверями, я уверен, что они также обсуждали и вопрос возвращения российских пограничников на таджикско-афганскую границу. Конечно же, Америка против этого. С 2007 года по настоящее время в рамках различных программ США предоставила помощь Таджикистану в размере 145 миллионов долларов для оснащения пограничников и защиты границы. Возвращение российских погранвойск даже в рамках соглашения ОДКБ может стать причиной похолодания отношений Таджикистана и Америки. Республика оказалась в зоне влияния России, Китая и США, говорит независимый эксперт Саади Юсуфи. К примеру, если Россия конкурирует за влияние в Таджикистане с военной точки зрения, то Китай с экономической стороны. Соединенные Штаты же стараются влиять посредством предоставления гуманитарной помощи. С их помощью построили мост через реку Пянш, который связывает Таджикистан не только с Афганистаном, но и со странами Северной Азии, как Индия и Пакистан. Большое количество гуманитарной помощи предоставлено в виде военной техники, медикаментов и продуктов питания. Таким образом, Америка хочет укрепить влияние в Центрально-Азиатском регионе. Таджикские эксперты считают, что США ищут пути вытеснения России и Китая из Таджикистана, а Афганистан необходим американцам не только для того, чтобы вести борьбу против международного терроризма, религиозного радикализма и экспорта наркотрафика, но одновременно и для вытеснения серьезных конкурентов из региона. Сам Таджикистан сегодня нуждается в современных технологиях и помощи в подготовке высококвалифицированных специалистов, поэтому и действует по принципу открытых дверей. Репортаж подготовил Ромиш Ромин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.